Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я гуляю по ночной предрождественской Риге. И сейчас я нахожусь на Домской площади, где проходит рождественская ярмарка. Сейчас время года, когда повсюду зажигают ёлки, украшают улицы и витрины, везде играет музыка, и мы готовимся к Рождеству. Каждый год декабрь характеризуется шоппинговой лихорадкой, корпоративами и заканчивается семейным праздником. Но есть ещё одно событие, которое создаёт праздничное настроение уже в ноябре. Это рождественская ярмарка. Вы пьёте горячее вино? Да. А что в составе? Ну, бальзамчик, конечно. А что ещё? А вот не знаю, надо у соседа спросить. Хотя электронная коммерция процветает, одной из самых красивых рождественских традиций в Европе являются рождественские ярмарки с поиском подарков, сопровождаемые глинтвейном, пряниками и запахом елей, насладиться которыми можно только лично. Вы собираетесь пить горячее вино? Да. А что в составе? Это малиновый напиток с шиповником. Рождественские базары Начало рождественских базаров можно проследить с 15 века. И считается, что эта традиция зародилась в Дрездене, где первый рынок был проведён в канун Рождества ещё в 1434 году. В настоящее время традиция рождественских базаров распространилась по всему миру. Вокруг рождественских ярмарок царит особое чувство, которое согревает наши сердца и наполняет душу радостью. Вы пьёте горячее вино? Да. А что в составе? Бальзамчик с черно-смородиновым соком. Звук рождественских песен, запах имбирных пряников, а городские площади усеяны прилавками, торгующими традиционной едой и самыми красивыми подарками. Иностранные туристы признают наши рынки одними из самых красивых в Европе. Друзья, поздравляю вас всех более тысячи моих подписчиков и всех тех, кто посмотрел мой фильм с Рождеством. Желаю, чтобы у вас был красивый семейный вечер и просто будьте счастливы! Ваша зажигалочка! До встречи в следующих фильмах!